и снова привет мои начинающие аквариумисты с вами дядя вася и сегодня мы поговорим о том почему же воняет вода в аквариуме сразу скажу друзья мои те кто поопытнее уже знают что это по ряду причин для новичков пробежимся по основным моментам все это возникает из-за того что вы неправильно ухаживаете за своим аквариумом и сейчас перечислим такие основные проблемы которые могут привести к тому что будет водичка у вас неприятно пахнуть первое это я думаю что перекорм на рыбах зачастую вы думаете что жалко рыбку они не доедают могут умереть либо они убирают от того что не доедают и вы естественно их начинаете обильно кормить остатки корма падают на дно и разлагаются соответственно и начинают портить водичку она начинает вонять и вы начинаете что правильно вы начинаете менять воду причем начинаете менять воду полностью вы берете все сливаете с аквариума вместе с грунтом все высыпали моете тщательно еще даже моющие применяете и плохо споласкиваете но это уже другой момент я бы посоветовал вам не менять воду полностью если уже пошла вот такая реакция нехороший запах с аквариум лучше возьмите водичку у старых аквариумистов и залить ее часть дополните новая свеженькой водичкой и не перекармливайте рыбок и не надо вам каждую неделю полностью менять всю воду в аквариуме запомните меняется водичка только там 25-30 процентов в неделю это должно у вас быть знаете всегда правило такое железное ну конечно есть везде исключения но мы сейчас в основном так говорим далее часто еще причиной бывает то что губка фильтра не моется своевременно на губке оседают всякие нечистоты и соответственно если у вас фильтр например внутренний то его желательно раз в неделю раз в десять дней промывать вы его промыли и дальше поместили в аквариум теперь переходим к грунту бывает так что некоторое время грунт лежит вы его не сифоните и там начинает он слеживаться все слеживается слеживается и там образуется сероводород поначалу это не видно невооруженным глазом и если вы начинающий то вам легко в этом плане ошибиться потому что но вроде бы как лежит да и лежит это уже с опытом придет вам когда вы увидите по растениям что что-то не так как определить если сероводород грунте слижался ли он вы просто берете протыкаете его пальцем проткнули и смотрите если пошли бульбашки то это как раз то сероводород вот он может выходить от рыбки тому пошевелили улитки и вот это все начинает выходить и портить запах воды вот поэтому она тоже может вонять также водичка может вонять от того что избыточное освещение если у вас на время мало растений но вы подаете сильное освещение то водичка начинает цвести вы наверняка это видели в природе когда в водоемах водичка цветет также это еще может быть если у вас аквариум стоит на подоконнике либо рядом с окном то прямые солнечные лучи по многу часов светят на аквариум и соответственно приводит к светению воды и неприятному запаху также если продолжительный день у вас от ламп то также может вода цвести и плохо пахнет я даже встречал неоднократно слышал что многие люди просто используют аквариум найти как светильник они свет не выключают там это конечно делать нельзя светить постоянно будет очень вредно для ваших растений поэтому конечно же светим от 8 до 12 часов максимум больше светить не стоит 8-10 часов вполне хватит вот пожалуй и все такие важные причины из-за которых водичка плохо пахнет так что если вы будете каждую неделю подменивать 25-30 процентов воды в аквариуме не перекармливать рыбок не надо 5 раз в день кормить также не будете сильным освещением долго светить и своевременно сифонить грунт промывать губку то все у вас будет хорошо никакой плохой запах от аквариума у вас не будет присутствовать да еще кстати один момент пропустил не перенаселяйте свой аквариум перенаселение в аквариуме также будет приводить быстрой порчи воды на этом все надеюсь был вам полезен если так конечно же пальцы вверх подписываемся на канал тяри васи если есть какие то вопросы конечно же задаем их и до новых встреч в новых видео пока пока пока